Так, вон там уже у нас Даханг, я слышу, шпилит по модельке Крэша, да? Да, Даханг ТЗМ. Да, да, да. Они ДМ-13, кстати, тоже играют, и Даханг за 3 минуты уже 3-0 впереди. И, судя по всему, еще и при контроле, потому что он забирает красный, забирает, да, и он при контроле. Похоже, что... Если Кулер будет играть в финале, боже, я не знаю, что я с собой сделаю. Это... Не надо... Это настолько... Это не передать словами. Теоретически у нас есть шанс увидеть, так сказать, классику жанра. Это финал Кулера Рафа. То, что мы видели на E.M. Волт, который мировой. Вы ему статуэтку должны, да? Статуи Киану Ривза. Шоколадный заяц. Мы ему подарим. Ну, погоди. Позвоним Антону. Скажи, Антон, в чем дело? Давай. Скажи, Антон, как так? Давай, давай. Главное, чтобы он нас не сбросил. Мы его поздравим с днем рождения, в первую очередь. Если он снимет трубку. Думаю, он... Хотя, кстати, с него денег тоже снимут, если он будет говорить. Вот что печально. Ну, надеюсь, самое главное, чтобы с меня не снимал. Да, да, да. Не, с тебя не снимет. Не, Антон... Антон решил, что он не хочет пока разговаривать. Ну, во всяком случае, он заметил... Да, я ему второй раз уже звоню, я ему и две смски написал. Вот был бы он в Куик Лаве, я бы ему написал что-нибудь. Что там Стрэнгс говорит? Давай Стрэнгса добавим на тебя. А Стрэнгс молчит абсолютно. Он есть онлайн в Фейсбуке, но... Он грызет, грызет пальцем. Да, он мне... Ну, отвечать он не хочет просто. То есть, он мне один раз ответил и сейчас замолчал. То есть, я так понимаю, что он... Ой, смотри, что ты за ним творит, тёп моё. Он до Майорокет попал до Ханга. Он там четыре ракеты просто ему пропихнул. По статистике встреч до Ханга часто выигрывает кулера, сливая всем остальным. Есть такое дело. Ну, в данном случае, если... Ну, то есть, шансы встречи кулера с до Хангом, они чисто математические. Потому что, во-первых, ему надо обыграть СЗМа сейчас и Тарасу. Ну, допустим, он обыграл. А потом ему надо обыграть СЗМа. Он, конечно, обыгрывал в финале чемпионата США. Но, тем не менее, это скорее исключение, чем правило. То есть, ну, я не сильно в это верю. Это будет вообще, кстати, нереальный финал Квейкона вообще вдуматься, да? Да, Ханг, Кулер. Не думаю, что хоть кто-то такого ожидал. СЗМ нуб. СЗМ выиграл ФФА турнир на DreamHack'е. Да, да. Этим летом. Так что он ни хрена не нуб. Не, ну он вообще ни нуб никак. То есть, давайте смотреть правде в глаза. О, и вот у нас есть первый франц. Спарти, кстати, опять-таки отлетел от СЗМ. Я читаю комментарии в чате. Жаль, Спарти отлетел. Спарти же от СЗМа отлетел-то. Да, на секундочку. Ну вот. У меня как раз два матча Кулер Зарафо группа и СЗМ против Спарти. Последняя карта Аэроволк. Вот эти два матча. Надо будет обрезать и залить еще. Да, вот тогда ж, кстати, мы еще вот удивлялись, да, СЗМ обыграл Спарти на Аэроволк. А это все-таки показатель того, что человек явно находится в хорошей форме. Согласен. Ну вот смотри, СЗМчик сейчас делает фраг. СЗМчик подбирает красненький. СЗМчик вообще сжирает всю карту, как старая игра такая была, Pac-Man, если ты помнишь. Конечно, конечно. Ну вот он играет вот именно в этом. Он играет в Pac-Man. Да, то есть он просто объедает всю карту. Оставляет практически Даханга жить на Дошираке, на Мивине. Называйте, как хотите. То есть ты вот эти вот шарды называешь Дошираком. Ну что тут Даханга, смотри, смотри. Ой, какой вес. Прекрасно. СЗМ шикарно. Он не просто продавил своего соперника, но он еще остался при полном стэке, полном контроле. И теперь, я не знаю, Дахангу будет вообще очень трудно житься на вот эту одну пенсию, которая ему осталась от государства. То есть там какой-то один желтый, в лучшем случае, он сейчас забирает на шахте. А Мега однозначно остается за ЦЗМом. И все, давай нападай. Надо, наверное, было Токсику пикать Аэроволк. Или какая там система. Токсику надо было домой. Как грубо. Да почему же грубо? Дело не в том, что ему надо было пикать, а дело в том, что он поиграл 2-0. Смотри, ой, как у ЦЗМ не вовремя кончается шафт, и он скидывает Дахангом и Шинганом вниз. Да, вот с шастом. Я думаю, у ЦЗМа там сейчас происходит. Ну вот показали, у Даханга оставалось 27 хп, когда он вниз упал. То есть он сам был битый в немогу. ЦЗМ там раскладывает ряды в голове. С невероятной скоростью. Дифференциальное счисление ведет. Да, да, да. Всех айтемов на карте. И тем не менее, кстати, у ЦЗМ... Ой-ой-ой, ракета в лицо, и шафт хорош. Да, это фраг. Это фраг и контроль опять же у ЦЗМа. И мы, кстати говоря, мы просто в шаге от сенсации. Ребята, ЦЗМ может не просто обыграть Даханга за счетом 2-1. Он может оказаться в полуфинале. Он может просто, не знаю, сможет ли он обоссать Рафу. Это было бы очень тяжело сделать. Да, сам факт того, что он в полуфинале, я думаю, сейчас повергнет его самого, если он сможет это сделать. Форс, смотри, Форс должен сказать Кулеру спасибо за то, что ему не придется теперь сиськами трясти в прямом эфире. Это да. Он еще очкастый сын Пол сможет дойти до полуфинала. Да, задротят, что называется, играют друг с другом. То есть они играли в день где-то между собой, просто только между собой. 25 дуэлей. У меня не хватало сил даже просто их смотреть. Я не знаю, как они умудрялись их столько играть. Ну, это просто сумасшедство. Так, слушай. Да, вернемся к матчу. Вернемся к матчу. Там Спарти ЦЗМ. Я тоже думаю, что это вторая карта. Но я думаю, у ЦЗМа нет шансов против Спарти. На этой карте. Что скажешь? Да, что тут сказать. Стрэнк в свое время еще сказал, что на этой карте я Спарти 2. То есть даже он, ну, на каком-то зотике, не помню, даже он признавал, что Спарти здесь, ну, в день, когда у него все нормально и он все попадает, это просто чудовище. Я абсолютно согласен. Да, это одна, Айра, это вообще одна из лучших карт Спарти. На самом деле. Возможно, лучше. В данном мапуле, да, согласен. Возможно, лучше. Они играли, кстати, матч Стрэнкс в Спарти. А, кстати, говорят, слушай, говорят, что это третья карта и счет 1-1 по картам. А ты не мог бы посмотреть, а, хотя, наверное, нет, какую карту Спарти проиграл, было бы очень интересно узнать. Просто я не представляю, что он мог проиграть СЗМ. Нет, это не Анахроникс, ребят, это Юджо. Это Анахроникс тоже, кстати, с нами был каждый день. Я хочу сказать, что это, как его называют Авик Сержио, это очень веселый, очень интересный парень по-своему. Но это не Анахроникс. Так, ну что? СЗМ пока удивляет, он ведет в два фрага. Ну, у него много было аэроволков в групповой стадии, может быть, он что-то разыгрался, скажем так. Смотри, сейчас будет, короче, красный армор. На красный Спарти должен приходить. Да, вот Спарти, пожалуй, прыгает на красную. Здесь он ее забирает. Ой, не вовремя, конечно, но у СЗМ окончился шафт, но он вовремя сообразил, да? Да, и Спарти оказывается в такой сейчас очень тяжелой ситуации, когда... Когда ничего нету, а его убивают. Да, когда он совершенно без контроля. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Невероятные две ракеты сейчас просто показывает Спарти, оставляя всего шесть хитпоинтов. Ну, наличие красного армора сразу же поправляет ситуацию для СЗМ. Угу. И дальше, ну, это просто, я не знаю, это чудеса. 10-2 за менее чем 4 минуты СЗМ против Спарти. Я думаю, даже сам СЗМ никогда бы в жизни не предположил, что он сможет такое показать. Ну, это невероятно. Не, ну, СЗМ в бывшем легенда, согласись. Сейчас он, конечно, не в той форме, чтобы вот так вот убивать Спарту. Соглашусь с тобой, но, блин... Всплыло, всплыло, всплыл скилл внезапно. СЗМ однозначно величина, не только в мире математики, да, как мы все знаем уже, но и в мире Quake не только Лаева, а и Q3. Но, тем не менее, против сегодняшнего Спарти, который невероятно замотивирован, поскольку он сейчас присоединился к хорошей бельгийской команде. Винфакт, да, вот как стало известно. И который очень тоже довольно жестко тренировался. А, говорят, что СЗМ просто проголосовали, и он вышел, смотри. Похоже, да? Да, такое вполне возможно, потому что я сам был на Фейсбуке, я голосовал. Вот, и там было две голосовалки, нужно выбрать двух игроков было. Там явно лидировал Дрейвен, то есть, ну, Дрейвен и вышел. И второй, видимо, и был как раз Пол Нельсон, СЗМ. Ну, как тебе сказать. Ну, может быть, может быть, кстати. Ну, можно сейчас очень быстро на ESR это проверить. Да. Смотрим пока что. Смотрим за СЗМом, он уже как бы пять минут лидирует. У него есть как бы сейчас вот красный армор, и желтый было бы круто под рейлис на самом-то деле. Но и без этого можно жить. У Спартии, кстати, тоже соточка армора. Сейчас вся борьба развернется за Омегу. Спартия у нас сверху, падает вниз. И смотри, шафт на шафт против СЗМа. И терпят здесь. Американец. Ну что, и начинается. Начинается переломный момент, возможно. Да-да-да. Это самый такой удачный момент, судя по времени, по таймеру. Для того, чтобы переламывать как-то ход поединка. То есть, что-то менять нужно. Нужен камбэк, проще говоря. Потому что отрыв девять фрагов. Да, для Аэра это, конечно, не так существенно. Это все-таки не ТСМ, не ЗТН. Но девять фрагов, которые еще нужно сделать. Шикарные ракеты. Скажем так, да. Ну, здесь СЗМ неплохо распаковывает. Шикарные, да. Три ракеты. Оставляют от Мегин совсем немного. Ну, что ж, есть первый фраг. Для Спарти, так сказать, камбэчный. Москоу 5 кулер коннект. Можно его набрать? Видимо, он уже обыграл шансы. Да, конечно, было бы неплохо. Слушай, а у тебя кулер есть в друзьях? Нет, у меня нет. Блин. Тогда я просто хочу убедиться, что он сможет поднять трубку, понимаешь? Не хотелось бы позвонить кулеру в тот момент, когда он играет. Попробуем мы просто написать в скайп. Братюнь, какой скайп? Ну, я хорошо, хорошо, хорошо попытаюсь найти. Скайп у тебя же есть. Кулера? Да, но он может просто сейчас быть не в скайпе. Давай вернемся все-таки за просмотр игры. Я думаю, что здесь есть еще что рассказать нашим зрителям, которые в 5 часов утра, не ложившись спать, до сих пор вот это вот смотрят. И тут, знаешь, тут еще будет долго. Ну, ничего страшного. Я вообще, если честно, я просто полный сил. Я могу сейчас пройти и отжаться раз 60. Скажем так. Видимо, пол-литра Рэдбула делает свое дело. Естественно. В форсе в сетке еще нету счета никакого кулера. Видимо, кулер-чанс будут играть под позже. Хорошо, смотрим. Спарти очень медленно делает фраги, согласись. Спарти как раз на правильном пути, поскольку, я не знаю, какое у тебя сейчас время? У меня 7.50. 47-48, да. Ага. Мы, по сути, не сильно рассинхронизированы. Отрыв всего лишь 5 фрагов. И есть еще 2 минуты, что более чем реально. То есть, первый же фраг Спарти сократит разрыв до 4, а дальше дело прогона по респаунам. Если же сейчас, ближайшие секунд 20, Спарти этот фраг не сделает, то, ну, я думаю, что можно поставить 80% на победу Пола Нельсона. Ну, будет практически невозможно. Согласен. Давить нужно сейчас, 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 давить, 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 давить. Спарти, нужен фраг. Ракета, ракета в спину, шафт. Шикарно. Ой-ой-ой, как его подбросило. Шикарно. Но он сделает фраг, великолепно. Желтый армор сейчас будет. Уже точнее есть, есть Мега. Ух, ЦЗМ там, наверное, на шафте. Этот желтый нужно отконтролить. Нельзя его отдавать ЦЗМу, нельзя давать отожраться. Желтый все-таки достается ЦЗМу, и нужно давить, давить, давить. Спарти должен, не знаю, каким-то аутотренингом. Представить себя гидравлическим прессом и просто не давать продохнуть. То есть гонять по всей карте. Ой-ой-ой-ой-ой. И эта ракета, она обменяет дело. Вот ты, к сожалению, на несколько секунд впереди. И вот я предпогушал. Ой, какая, боже мой, ракета в спину ЦЗМ улетит. Ё-моё. Хорош, хорош, Спарти сейчас подбирает. Еще есть шанс, есть шанс, нужен фраг сейчас. Сейчас, вот он, вот он, вот он, возможно будет. Отлично, ракета в спину. Вторая. Гранатами огрызается ЦЗМ. Два фрага, 30 секунд. Есть шанс, есть реальный шанс. Нужен фраг сейчас. Будем же болеть за Европу. Вася, пальчики, пальчики скрестил, ЦЗМ терпит. Граната в лицо. Рейл, какой Рейлс в партии, ё-моё. Что это? Даешь овертайм, овертайм. Давай, 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 давай. Ну, ЦЗМ. Дави, 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 дави. И, ну, два, один. Боже, он не успел выстрелить с Рейлгана. Сука. У меня есть только, это очень точная помощь. У меня есть только один вопрос. Сколько хп осталось от ЦЗМа после этого шафта? Вот все, что я хотел бы знать. Я думаю, что в районе 20 может быть. Убил бы его этот Рейл определенно после респауна. Его Спарти очень хорошо прошафтил. Там даже не нужен был Рейл. Там еще чуть-чуть шафта. Чуть-чуть шафта. Невероятное. Спарти показал шикарный камбэк, на самом деле, со счета 11-2. Он закончил игру со счета...